Продолжим наш летсплей по цивилизации. Всем добро пожаловать назад. Итак, последний раз, когда я делал летсплей, я захватил первый форт. Ворбиси. Закончим ход, пока рабочий обрабатывает коров. Я направил его на автоматическую обработку, потому что особого смысла вручной тут нет. Он и так догадается, что и как обрабатывать. Максимум, что мне нужно, это... Убирать его от врагов, если они, конечно, подойдут к границе. И, скорее всего, если враги подойдут, это будут ящеры, и убрать рабочего я не успею. Увы. Пойдем разведывать дальше. Ммм, сломовая кость. Ну вот, здрасте, ящеры. В город. Сиди. А, кстати, что я хотел сказать. Животные, то есть вот тигр, который сидит на этом логове, к примеру, не умеют проходить через территорию игроков. За исключением тех игроков, у которых мир с животными. Вот, например, герцог Иволев имеет мир с животными. Вот эта вот иконка в виде лапы. Через его территорию животные пойдут, а через мою нет. Поэтому внутри границ, даже от самых сильных животных, мои отряды защищены хорошо. Хмм, я нашел древнюю башню. Сейчас вы увидите, как с нее хорошо видно... нет, не увидите. Тут будет не так хорошо видно, как с нижней башней. Или даже лучше. И мы встречаем единственную парапанковскую цивилизацию этого мира, Механос. Замечательные, в общем-то, ребята. Чудесный или чудесная Майер... не знаю. Не читал я лор по Механос. И подземелье. Из подземелья можно достать как плохое, так и хорошее, но чаще хорошее. Поэтому я, пожалуй, схожу на подземелье. Медведи, волки... Много всяких противных товарищей. Так, мне понадобится коптильная. Она дает плюс один здоровье с коров, которые у меня есть. И так... рискнем. Благодать. Моему воину дали проводник духа и опыт. Чудно. Проводник духа передает часть опыта воина, когда он гибнет. Другим. Ну и дает шанс отступить. Так, ты сидишь. Подождем, пока ящер стукнется об город. Защитник он пробить не должен. Нет. Не должен. Ни в коем случае. Так, на лесу. Через реку. Сугодий призраков. Ослабленный волк меня не убьет точно. Я на это очень-очень надеюсь. Вот, пожалуйста. Нету ни ящера, ни волка. Более того, воин даже не поврежден. Рабочий. А вот этого я раньше не видел. Нет, я правда не видел. Что это такое? Как видите, перевод неполный. Требуется коньюер или шаман. Или эмин металлист блокирует доступ. Так, я могу получить наследие воздух. Плюс два молния в ближнем бою. И это для рабочего. А он не может получить. Любопытно. А чертон стал шаманом. Странно. Странно, странно. Минус один, минус один. Сила и так только один защитный. Но будет плюс два. Давайте. И теперь я могу призывать воздушного элементаря. Ох, это здорово. Нет, это правда здорово. Воздушный элементарь быстрый, сильный. И что самое главное, он летает. Идеальный разведчик. Лучшего просто не придумаешь. Хотя, конечно, нет. Можно придумать лучшего разведчика. Но я, пожалуй, пущу воздушного элементаря автоматически разведать. Пусть ходит там, где мой разведчик не сможет пройти. Тот разведчик, который... Вот этот воин, которым я хожу. Разумеется. Так, здесь мы видим кристаллы необработанной мамы. Тоже замечательная штука. Один из способов выиграть игру. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о, какой-то лак. Элементарь довольно сильный, поэтому, по-моему, можно не бояться, что его убьют. Ну, по крайней мере... Так, гиганта я победить пока не смогу. Чтобы побеждать гиганта, нужны как минимум копейщики, да еще и со стрелковой поддержкой. Хотя, конечно, вот эта вот стоянка гигантов, ее потом можно превратить в оплот. Захватить лишние территории. В общем, красота. Войн ходит, элементаль... Куда полетел элементаль? И у меня опять лак. Что происходит? Почему у меня такой страшный лак? О-хо-хо-хо-хо! Извиняюсь, извиняюсь за лак. Ничего не могу с этим сделать. Это просто кошмар какой-то. Кажется, антивирус что-то начал проверять. Ну, вот, вроде закончен. Лак закончился. Так, элементаль полетел направо. И там есть проход. Это значит, что механос меня не закрывает. Лак, 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 уходи. Уходи, лак. Не надо лагать. Идем сюда. Нет, 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 непостоянки великанов. Раз, два, раз, два. Говорят мои разведчики, идя через лак. Элементаль нашел кучу двериных логов и ничего интересного. Механос на... Раз, два, три. Третьем расширении. А, я забыл сказать, что это такое. В обычной цивилизации это просто кнопка окончания хода. Но не в орбисе, нет. Здесь это счетчик Армагеддона. На данный момент он показывает 0% и 1 единичку адских действий. Когда этот счетчик дойдет до сотни, вызывается аватар гнева, если я не ошибаюсь. Абсолютно замечательная штука, которая всех убивает. Ну и вообще, подъем счетчика Армагеддона это хорошо для рас, которые связаны с пепельной вуалью. Одной из местных религий. И плохо для тех, кто с ней не связан. Хотя, конечно, влияние пепельной вуали не распространяется в светлые расы. Но, тем не менее, все все равно может закончиться печально. Если счетчик становится сильно большим. На 30 тратится много здоровья. На 60 что-то еще происходит, не помню что. Посмотрим. Наверное, кто-нибудь... О, берег. Наверное, кто-нибудь этот счетчик таки доведет хотя бы до 30. Компьютерные ребята очень любят это делать. Просто запредельно любят. Рабочий, ты пропускаешь ход. С ящером тебе не справиться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, барбары. Появились где-то на границе континента, судя по всему. А я получил раба из ящера. Это такой рабочий с деленной на 2 эффективностью. довольно неэффективный товарищ рискнуть не рискнуть и рискнуть и рискнуть обычно риск не оправдан а это что такое а металл юнити лечение элементаря рискнул риск даже оправдался я даже ничего оттуда не достал черт хорошо ты идешь наверх о мамонт к счастью мамонты не агрессивны несмотря на их громадную силу поэтому его опасаться не стоит заканчивайся поломок заканчивайся поломок а ума 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 элементарь так атака на лесу как то странно для существа которое летает получать бонусы от атаки на лесу поэтому я просто прокачаю бой 1 и вылечу элементаря через элементарь люди в общем если элементаря не убить то в большинстве случаев он скоро будет здоров хотя конечно это лечение не такой уж быстро допустим раба работать так вот пожалуйста создание пастбищи 14 ходов ужас форменный ужас но рабы достаются бесплатно смешнее всего получить своего рабочего назад в костюмах а мы пойдем по лесу по лесу на лесу мы имеем добрых плюс 70 защиты и атаки плюс к тому упреждающие удары в общем скелету будет очень весело нас атаковать сейчас очень хочу наступить на башню на это опасно там угодья призраков он может зайти с ума аааааааааааааааааааааааааааоу где то ходит воин да действительно надеюсь он не будет бить моих рабочих Сознание человеческой, если что, успею убрать. Закончим. Товарищ воин, куда ты пошёл? Куда ты пошёл? Стой. Стой, 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 стой. Мне совсем не нравится идея твоя. Вот туда пойти. Булки со всех сторон. Так, сделаем так, чтобы на нас напал только один. На лесу я имею бонус, но у меня сейчас мало жизни. Чёрт подери, чтоб с ними сражаться. Так, так, так. Опс. Прощай. Попал под великана. Ничего не поделаешь. Прощай. Элементаль, кстати, тоже с великаном не справится. Особых бонусов у него нету. А у великана силы семь, в отличие от элементаля, у которого пять. Проводник духа перешёл к другому отряду. Чудно. И тут к нам стукнулся... Боин. Опять же чудно. Поселенец. Пора строить новые города. Боин. Защита на лесах и атака на лесах. Ты. То же самое. И горд. Довольно мило. Ты лети дальше. Ты мне здесь не мешаешь совершенно. Ммм. Наше время вышло. Этот летсплей подходит к концу. Так что сейчас я, пожалуй, сохранюсь. И мы продолжим завтра. Продолжение следует. В health. Продолжение следует... Продолжение следует...